Турнир собрал более 30 команд девушек и юношей со всей области, порядка 150 человек. Стоит отметить, что баскетбольный проект, который реализуется на территории региона уже второй год, направлен на развитие массовой детской физической культуры, что, по мнению всех участников и организаторов, является одним из важнейших факторов развития молодого поколения. Такие мероприятия очень важны, и не только баскетбол. Все виды спорта, все, что нашим детям позволяет становиться сильными, здоровыми, смелыми, они должны заниматься. И очень приятно, что мы в нашем регионе проводим достаточно большое количество таких мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта. И привлекаем по максимуму всех детей Смоленской области к занятию спортом. В нашем городе много делается для развития спорта и, в частности, баскетбола. Построены новые современные площадки, уникальные, единственные в Смоленской области, оборудованные по последнему слову. Но, как считает генеральный директор Смоленской АЭС-сервис Эдуард Синовоз, на этом нельзя останавливаться. Детский спорт – это формирование нашего будущего поколения, здорового поколения, сильного поколения. Необходимо, чтобы буквально все дети были вовлечены в это движение. Поэтому надо прикладывать все усилия и работать в этом направлении все время. Сами баскетболисты высоко оценили как наш город, так и площадки, на которых играли в этот день. Надеетесь на победу? Первое-второе место. Вам нравится Десногорск? Нравится ли вам участвовать в подобных соревнованиях? Город красивый, соревнования тоже неплохие. А здесь на каждом шагу баскетбольные площадки. Поэтому он развитый город. Юные спортсмены – уже почти профессионалы своего дела. Они мастерски работают с мячом, обводки, дриблинг, пассы и голы – привычные движения и термины. Все они уже не один год занимаются баскетболом. Я стал повзрослее, поэтому поинтереснее стал играть. А город маленький, красивый, мне все нравится, площадки хорошие. На трибунах в этот день ребят поддерживали не только друзья, но и противники по турниру. Конечно же, самые ярые болельщики – это мамы. Конечно, каждый родитель заинтересован, чтобы его ребенок занимался каким-то спортом. И очень хорошо, если этот спорт будет любимый. И как-то, может быть, в дальнейшем с жизнью связан. Но все равно в любом случае он в жизни как-то будет помогать. Как вы думаете, наши победят? Надеемся. Надеемся. Хочется. По окончании игр Десногорскую команду мальчишек и девчонок наградили за победу в суперфинале школьного баскетбольного чемпионата в формате 4 на 4, который проходил в Смоленске 21 мая. Также были вручены благодарственные письма за пропаганду здорового образа жизни волонтерам Центра культуры и молодежной политики, учителям физической культуры школ и дошкольных учреждений, руководителям предприятий и организаций города. В 2017 году соревнования собрали более полутора тысяч смоленских детей. В 2018-м, по словам президента Федерации баскетбола Смоленской области Сергея Фомина, участников баскетбольного марафона должно стать еще больше. Всего в состязаниях формата 3 на 3 примут участие 27 муниципальных образований области. Команды будут бороться за звание лучшей на протяжении всего лета. Завершится чемпионат галлофиналом в сентябре, который пройдет на Десногорской земле.